Ко дню республики в Кармакшинском районе открылся новый спорткомплекс. Завершили благоустройство улицы Тайшахпи в райцентре. В рамках празднования урожая Алтенден были отмечены герои страды, организованная ярмарка сельхозпродукции. В эти же дни в райцентре сданы две новые спортивные игровые площадки. Одна из них построена за счет районного бюджета, другая стоимостью 25 миллионов тенге за счет спонсора. Эта площадка – прекрасный дар в год детей. Спасибо большое. Нет ничего важнее благополучия детей. Здесь можно и спортом заниматься, и для малышей все условия. Есть горка, турник. Особенно мне нравится футбольная площадка. Я сам увлекаюсь футболом. Спорт вообще закаляет человека, укрепляет здоровье. В областью ко дню республики при поддержке спонсоров построены свыше 80 спортивных игровых площадок стоимостью 1 миллиард 600 миллионов тенге. В нашем районе строится 8 таких площадок общей стоимостью 100 миллионов тенге. Две из них – жусалы, остальные – в поселке и аульных округах. Это проявление большой заботы со стороны неравнодушных граждан о здоровом досуге детей и молодежи. Большим подарком для жителей райцентра стало благоустройство улицы Тайшихпи. Улица капитально отремонтирована. Проложены оречные лотки. Установлены малые архитектурные формы. 30 лет живу на этой улице. Мы очень рады. Наша улица неузнаваемо преобразилась. В целом много хорошего делается. На главную ярмарку года 14 аульных округов района на 52 машинах привезли 78 тонн сельхозпродукции. Всё, чем богат аул, рис и другие дары земли, рыбу, мёд, живность. Сегодня на ярмарку привезли 2,5 тонны риса по 320 тенге за килограмм. 2,5 тонны рисовых отходов по 40 тенге и корма. Спрос хороший. Люди довольны. Хорошо проходит. Вот купила два мешка риса из аула «Третий интернационал». Картофель, яблоки. Цены намного ниже. Сама я родом из аула «Алдашбаяхуна». Куплю их дыни и арбузы. На торжественном вечере были подведены итоги сельскохозяйственного года. В общей сложности возделано свыше 24 тысяч гектаров. Около 13 тысяч из них составил рисовый клин. Благодаря самоотверженному труду земледельцев в условиях острого дефицита воды с каждого гектара получено по 60 центнеров. В общей сложности собрано 7-6 тысяч тонн риса. В рамках Дня Республики сегодня мы чествуем работников сельского хозяйства за их героический труд. Благодаря им пополнились наши закрома. Выросла поголовья. Церемония чествования началась с вручения звания почетный гражданин Хармашинского района. Поздравляю с Днем Республики и праздником Алтендан с хорошим урожаем. Эта награда – большая честь для меня. Это большая награда для меня. Более полувека своей жизни я посвятил журналистике. Свой трудовой путь начинал с районных газет Хармаши и Жалагаша. Трудился в республиканских газетах. Я благодарен за присвоение мне такого высокого звания. Ветеран образования Жудзай Китибайкзе удостоена почетной грамоты области. Из числа ветеранов образования мне вручили почетную грамоту области. Благодарю за внимание. Я учитель математики, работала в 250-й школе. Далее возглавляла районный профсоюз работников образования. Далее были возданы заслуженные почты героям сельскохозяйственного года. Отмечены все, кто своим трудом внес лепту в общее дело. Рисоводы, бригадири, механизаторы. В их числе бахчевод хозяйства Давыд Бркот-Калдашпаев. В ауле на 70 гектарах посадили овощи. Свою продукцию отправляем в аулы района. Хорошо потрудились наши работники. Еще одним ярким моментом праздника стало вручение ключей от нового жилья многодетной семье Мамырбаевых от фонда Каракит. Праздник продолжится большой концертной программой.